Что будет, если соединить ноуарные детективы Дэшного Хэммета, допустим, с контркультурой, как Леуш, либо Керуак? А выйдет очень необычная книжка Томаса Пинчина «Его внутренний порог». Если вас когда-то Томас Пинчин обидел своей радугой дикотении и отвратил от своего чтения, попробуйте почитать это произведение. Потому что это совершенно другой стиль, и здесь Томас Пинчин придумывает сам свой новый жанр. И называет он его «психоделический ноуар». Как вы понимаете, здесь очень много глюцогена, очень много котиков и много детективы и расследования для тех самых персонажей. Сюжет достаточно лихо закручивается, буквально с первых страниц и вас погружают в историю детектива Дока, который расследует исчезновение бывшего своей бывшей. Да, вот так странно, и на самом деле вы не сможете оторваться, пока не поймете, что там за замес и как вообще все это друг с другом связано и приклетается. Есть один существенный минус этой книжки, это перевод, к сожалению, немцов очень сильно внес от себя тени и немножко косноязычный текст получился. Лично мой совет, вообще старайтесь не обращать внимания на зазоры текста и просто появите по вот этой легкой дымке галлюцинации и не пытайтесь разобраться, что именно конкретно здесь происходит, потому что все это лишь одна огромная игра текста. И да, это тот отличный случай начать знакомство с Томасом Пинчином и вас он точно не обидит и вовлечет свои тексты с головой.